220 день рождения великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина в детской библиотеке решили отметить с размахом. Готовиться к нему начали еще в прошлом году и объявили конкурс, посвященный произведениям писателя. Форму, в которой необходимо было предоставить работы, каждый из участников выбирал сам. Каждому давалось на выбор одной из трех направлений исследовательской работы, изобразительное искусство и исполнительское мастерство. Исполнительское мастерство это была в общем-то тема, но сами участники они ее существенно расширили. Это были и театр теней, была представлена сказка о рыбаке и рыбке. Это был целый маленький спектакль, сказка о папе и работнике Балде. И кроме того, у нас пришли участники, которых мы также не ждали. Это исполнители романсов на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Для победы в конкурсе требовалось не просто выучить наизусть то или иное произведение Александра Пушкина. Верх одерживали те, кто во время выступления смог пропустить через себя характеры пушкинских героев. Лилиана Юрьева выбрала для себя отрывок из «Барышни крестьянки». Для того, чтобы его выучить, ей понадобился всего один день. Ну, Лизавета Григорьевна, была в гостях, видела молодого берестова, вдоволь нагляделась. Мы проходили его в школе, и еще тогда оно меня как-то заворожило. Мне понравилось то, как оно было описано, и то, что там была любовная история, но она не была какой-то простой. И там действительно у героев были свои переживания, и они думали, как им поступить. К великому русскому классику Лилианы особое отношение. Среди всех книг в ее комнате произведения Александра Сергеевича стоят у нее на первом месте. Для меня Александр Сергеевич Пушкин – это не просто известная историческая личность, который писал какие-то известные произведения, но это также человек, который помог мне полюбить литературу в целом, так как он не зря считается классиком русской литературы. У него очень интересные произведения, и это не только сказки, которые нам всем читают еще и с детства, но и также более взрослые работы, которые увлекают не только людей моего возраста, но и более старших. По словам сотрудников детской библиотеки, к имеющимся трем направлениям конкурса им пришлось добавить еще одно. И это лишь обогатило конечный результат. Мы поняли, что еще раз убедились в том, что у нас в Сарове живут очень талантливые дети, и не менее талантливые родители, конечно, которые приняли участие, которые помогали своим детям. За это им огромное спасибо. Пушкинский год в России только начался. Это значит, что посетители детской библиотеки в Сарове ждет еще немало творческих и познавательных вечеров, связанных с именем русского классика. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.